всем приветики 5 ноября выходной проснулась стою я не могу налюбоваться на то что сейчас у нас за окошком гляньте какая красота рябина вся в снегу красиво просто невероятно сейчас пойду в комнату там посмотрю с того кошка полюбуюсь в комнате тоже такая же красота здесь просто побольше обзор побольше видно птички играют летают вам нравится да сегодня отправляю первую посылочку заказе кам во первых вот такой вот вот такая вот подставочка во вторых вот это вот тоже мини подносик по что угодно сухо цветами собирала сама сушила сама вот такая вот красота и так как это первый мой заказ вот то я все равно наверно буду маленький к нибудь приятности класть каждому в посылочку но это уже когда я буду принимать заказы я говорила что я буду отсылать буду отсылать почта россии доставку почты россии оплачиваете вы сами если я найду где доставку дешевле надо еще почитать посмотреть может быть какие-то другие доставки будут но пока вот я сравнила сдэк почта россии одно и то же вот писали мне еще про яндекс доставку избир надо еще там посмотреть вот немножко отвлеклась вот это вот подвесочка будет в подарок и так как новый год на носу вот такая вот новогодняя елочка это все положу в подарок все мы оговаривали цвет что как и будет и сейчас пойду на почту что еще а еще по второму заказе q вот это вот у меня есть две клубнички одну заказала наташа из мурманска моя подписчица и одну тоже я отправлю вместе а вот с этими вот олежками с этими олежкой и вот этим вот резкая это тоже у меня будет заказ 2 олежки и клубничка ну и конечно тоже положу туда какой-нибудь подарочек так вот пока мне особо нечего у меня как-то все то туда то сюда и нет то чего я прям если было бы многое бы выложила отдельное видео озвучила это стоит столько это тот и это тот и что-то как-то мне раз и все разошлось я же не штампую как говорится тоже не завод делать долго время на все надо я не люблю вот я подумала да смотрю некоторые прям 1 1 1 что там на озюкали одно и то же раз и выкладывают а выкладывают на продажу нет не над каждой штучкой надо подумать посмотреть как лучше сделать вчера сидела кумекала еще не закончена я думаю как-то что-то сделать пооригинальнее выложила вот такой слой это вот будет лицевая сторона выложила такой слой тут сухоцветы у меня думаю такую змейку сделать сверху еще не знаю каким цветом эта змея будет потом вот такая тоже у меня змейка там тоже сухоцветы цветочки блесточки тоже что было красиво то есть можно залить допустим два цвета в змею и ну тоже будет красиво нет же мне надо что-то вот пофантазировать теперь олени тоже решила сделать с такими с поталью тоже сухоцветами залью сегодня финишный слой потом посмотрю что получится вот такие у меня две штучки есть уже ой не подделала тоже мне такие нравятся вот именно вот что-то такое не не просто можно было опять же залить одним цветом добавить блесток и ну тоже в принципе красивая нет мне так не надо мне надо что-то вот пофантазировать все отправила посылку была в поликлинике вот они наши мурманские деревяшки которых немало у нас в городе была в поликлинике и сейчас еду к маме сейчас расскажу я же записалась неделю назад на плановую госпитализацию но маме по-прежнему плохо на фоне вот этого всего у нее скачет давление у нее аллергия на все таблетки просто на все таблетки уже говорила от давления у нее такие побочки вылазит это кошмар какой-то ей надо подбирать и подбирать тщательно естественно что подберет только врач а не то что я там не могу купить в аптеке то что я покупала ей практически не подходит и машину пропущу сегодня почитала в интернете хотя врач мне обещал что ждать плановую госпитализацию придется примерно неделю но уже пришла неделя прошла неделя в интернете написано что плановая можно ждать до месяца нам такое вообще не подходит поэтому я приехала в поликлинику и сказала что нам надо срочно срочно экстренная госпитализация медсестра на посту оказалась очень такая я боялась у меня от футболе а тут правда этих поликлиник вася как огня медсестра вословало положение сказала почему не бы скоро и объяснила скоро они забирайте сини сердце если ничего скоро они забирают мало то что не забирает ее еще ждешь по несколько часов когда папа царство небесное сердце вызывали скорую он несколько раз меня даже было видео Он несколько раз звонил, он несколько раз перезванивал, он мне это дело не доверяет Он всегда сам разговаривал, хоть даже и плохо себя чувствовал Ну, я присутствовала, конечно И потом мы переиграли ситуацию Ну, как бы на следующий день уже я вызывала врача Но это не суть Скорую не дождаться, это какой-то кошмар Приеду, давление померю, что-нибудь укол сделают и до свидосики И вот эта вот медсестра тоже с мамой мне, говорит, ждали, говорит, с 12 дня до 3 часов ночи Она, говорит, переругалась со всеми Представляете, сколько ждали скорую, она в медицине работает И что, я говорю, как быть, как мне вообще, мне нужно срочно вот маму укладывать в больницу Потому что сама я не потяну, не вытягиваю, заплакала, аж там уже не могу Говорю, ну как так вот вообще, я говорю, ей плохо, я не могу ничего сделать И сейчас она вызвала нам фельдшера, ну, врача, да, надо Придет врач, посмотрит все И пойти, и врач должна нас направить на госпитализацию, на экстренную Либо мы вызываем скорую, которая опять ждать полдня Особенно если человека укладывать в больницу То они не торопятся Либо то, что я ей сделаю, конечно, я ее отвезу сама Какая-то скорая, даже об этом речи быть не может Так что маме позвонила Мама, ой, да как же так, мыться надо У нас же такая чистюля Мыться надо, то-то надо Я говорю, не волнуйся, не кипишуй, не дымойся Вот, сейчас я говорю, приеду Дорога вся в колдоебе, наслышите, как все дребезжит Сейчас я говорю, приеду, помогу собраться Помогу умыться Все, будем ждать фельдшера И я надеюсь, он придет быстро Я говорю, а как долго ждать Но они стараются к таким людям, которые в возрасте Которые плохо себя чувствуют Приходить Зараза, что это трясучая Приходить в первую очередь Поэтому поехала к маме И дай бог, все будет нормально, нас положат Отвезу ее И пусть ей занимаются врачи Потому что дома мы Ну, что мы сделаем? Да ничего Снимай тапки Сумку уберу, эти Ага, неудобно Удобно, но больницу лучше эти Да Ложись, полежи Сейчас Дышу Вот если бы они без побочки были Не бывает Я читала, вообще Не существует таких без побочки Просто где-то больше Где-то меньше Может на что-то у тебя Побочка Они же будут тебе, наверное У них же в больнице Есть таблетки? Одну дали попробовали Может тебе от нее Видишь, ты сейчас выпила У тебя сразу аллергия пошла Прямо ты встала Прямо красная на лице Прямо пятнами Сразу увидела Да Сейчас как иголочки Начали колоть 245 Куда такое давление? Это же вообще Зашкаливает Там сосуды Все сжаты И там, может быть Они тебе какой-то укол сделают От давления Понимаешь Который может тебе мягче Хотя бы Это же очень опасно Да, Лена Я все удивляюсь Чего я еще живу Мне нужна потому что Кому-то нужна Кому-то Никому-то, а мне Раз Господь не забирает Значит кому-то еще нужна А кому я нужна Только обуза Да, конечно Обуза Никакая ты не обуза Всем-то нужна Тебе-то это будет Большой плюс Ложись Спасешься, Лена, на мне Добротой своей Мне тебя спасать надо Чтоб ты не мучилась Да это Надо тут свет отправлять Нет, ты обойдетесь Тут побудьте Чуть-чуть Успеете еще туда Носочки теплые Брала с собой, нет? Вот одни Постираю Ну они у тебя тут хорошие Что резинка не давят Это ты мне дала Ну, то ты с меня сняла По-моему Ха-ха Ну я тогда пришла Ты решила носочки без резинки Глава забирать Ну давай ради интереса Ну я вчера мерила у тебя давление Мне сколько было? 147 Там, у меня такое никогда не бывает Ты сегодня 150 Нет, когда волнуешься Может правда я переживу? А ну поднимается Ну я не чувствую у себя сейчас давление Ну это хорошо 127 на 80 Сейчас у меня нормально А ну давай-ка это Все-таки, наверное, может у меня и было повышенное Не знаю, потому что я бежала и волновалась Бежала и волновалась Бежала и волновалась Сейчас у тебя там меня нет Когда волнуешься, давление сразу поднимается Ввиду посидеть А, сейчас После таблетки как у тебя? Мало я тебе сделала? Большое Большое Ну все равно оно затянет 180 на 80 Ну уже меньше 180, да? Да Было 1245 Потом 220 Сейчас уже 180 Ну скачки Представляешь Что-то таблетка действует А оно сейчас потихоньку падает Внутри творится Снимает тихоньку Ой Только стены Так Примет меня сейчас Дежурный уже врач Не лечащий Лечащий в часов 5, наверное, уйдет И в 4 Ну сегодня, да Сегодня, наверное, кто-то дежурный послует На значение На значение На значение Вот я хотела тебя все спросить Чтоб ты посмотрела Кто за отделение Она была за отделение Севрыбев Угу Гастроэнтерологическое отделение Елена Васильевна Да Заведующее отделение Елена Васильевна Вайнирова Врач Да Вайнирова Она Она, да? Ага Да Ну и хорошо Она меня Заводит Ну и все знает Если тебя положат туда Угу Ой, хорошо, что она Меньше разговаривает Рассказывает Ну, она же тебя знает и помнит Да Ага 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 Здрасте Здрасте Ну, что случилось Скажите Здесь были больные Полезы Высокое давление Давление 245 Вчера угора что не забрали? Скорую не забирают Нам Мы хотели на плановое ложиться Но неделю уже ждем Но сейчас просто невозможно Нет, таки боли Она вчера упала Сознание потеряло Давление высоченное Но от давления Не можем подобрать Сами у нее аллергия А на все Ага Сразу от аллергии Готовы госпитализироваться? Готовы Я ее на резюде Уже сумку забрали Уже Ничего не помогает Вот сейчас Как-то плела Выпилась И уже Нижки ей пошла По лицу И голодами Все будет У нас палка В конце Таблетку не выпить От нее плохо А давление Страшность какое Высокое Не знаю, что делать Угу Рвота Тошнота Топонос Тошнет Угу Горечи нету В рту Есть Есть Так Ну все Это направление На Ломоносово 18 Угу И туда В приемный Отделение В приемный Покой Заходите В приемный покой В регистратуру Отдаете направление Паспорт Поль Ну и все Там вас на отделение Подправят Все Макси в рыбу Как и хотели К твоей врачу Сейчас тихонько Собираемся Ну и все Ну и все Так Телефон я положила Тапки положили Я тебя не трогаю Держись за это Постельное белье У меня Я потом все Перед твоим выходом С больницы Постельное тебе Поменяю Пропылесошу Пыль вытру А сейчас две недели Пусть эта пылюка Сыпется Те раньше чем Через две недели Оттуда не выпустят Так Сейчас Да вообще Людей держат Сама знаешь Аккуратно Две недели Это Не больше не меньше Тихо Сейчас постоишь На крылечке Я машину подгоню Так смотри Пару Держись сбоку Так Держись И прям тут и стой Сейчас машину подгоню И поедем Шкаф Здесь Что у нас есть Холодильник Телевизор Ну пока ты не будешь Ничего тебе Телевизор Не настраивать сегодня Телевизор Потом Свет Ты видела Где свет включается А в туалете Вот свет Вот в туалете свет Здесь А Тут даже душевая кабинка есть Вот я думаю Тут унитаз сломала Ну я помню Ты унитаз где-то сломала Ма Душевая Здесь будешь мыться В кабинке Или над раковиной Я пока над раковиной Ладно Сечу потом Я приеду Настроить тебя Пока Плечики есть Короче Спать ложиться Если буду Свет выключать Вот там За угол На улице В смысле За зверями Да Ой Мягенько Ага В стене Провод подвинут Ты смотри Она катается Ой Синтетическое Это постель И так больше В основном Ну Другое Нету А постели Либо А матрас хороший Ну не синтетический Да Матрас хороший Ну вниз Ничего не хватит Потом тебе наклоняться А Сапоги А Правильно Тут шкафу еще куча полочек Все Еду домой Но По времени Мы были Чуть больше двух часов Ну когда Человек больной Я представляю Как тяжело Тяжело всем Это Надо было видеть тех людей Которые сидели Приемном Приемном покое Лица Все усталшие Все замученные У кого то что то болит же Очень тяжело Создали анализы Ну Анализы делаются быстро Но Долго ждать своей очереди Когда За тобой придет врач Опять же Все запишет Все законспектирует И потом в отделение Кровь в мочу сразу сдали Тут же Быстрый результат Потом Когда врач осмотрел Ну дежурный видимо Который забирает всех По отделениям Назначил еще Рентген с желудка Ни разу маме не делали Рентген с желудка Когда ее Ложили по Ну по поджелудочной Железе Да С проблемами Ну сделали Это тоже быстро все И отправили Нас в отделение В отделение Это гастро Она уже там Сколько раз Лежала У нее уже Сорок восьмая Госпитализация За все Время ее Болезни Болит она уже много лет Вот Сорок восьмая Вот эта вот Госпитализация И повезло Что палата платная Была Свободна Хотя Что на первом этаже Там Женщина такая Засомневалась Насчет платной палаты И молодой человек Который нас Вез в отделение Тоже засомневался Будет ли платная палата Но в итоге она была свободна И поэтому Как и хотели Положили в платную палату Единственное врачей нету Постоянный пропуск Я не смогла Сейчас сразу выписать Поеду завтра Завтра днем будут врачи И завтра я Смогу Постоянный пропуск Чтобы По времени Ну сами знаете как Да Не подгадывать Есть пропуск Пришел когда у тебя Есть время свободное А не когда часы приема Это очень удобно И кстати Померили давление Я уже думала аппарат У мамы врет Ну думаю ну что ж такое Такое высокое давление Да 145 было Потом 220 сбили Потом 190 Нет Аппарат не врет Померили в больнице У нее 200 на 100 Такое давление высокое Раньше такого не было Никогда Раньше она была Гипотоник Да У нее низкое давление Сейчас получается она гипертоник Открыли Уже Гипотоник Время Его